Привет, как дела? Многие мои подписчики очень часто спрашивают, как же я решилась в 29 лет, в таком достаточно не юном возрасте, поехать в Лондон учить английский язык. Все оказалось просто, у меня там жил брат, и он предложил мне по его стопам, точно так же как он, попробовать эмигрировать в Великобританию, то есть в мой любимый Лондон, который я уже тогда как турист безумно любила. И он оплатил мой первый год курсов английского языка, и благодаря ему я поехала попытать счастье. Сказать, что я знала хорошо английский на тот момент, да, я так думала, что все классно, я работала на тот момент уже третий год в мини-отеле в Санкт-Петербурге, недалеко от Эрмитажа, и к нам часто приезжали иностранцы, я с ними только так разговаривала, спокойно, легко, зная точные алгоритмы, что сказать, потому что вопросы всегда были одинаковые, где находится то кафе, как пройти к Эрмитажу, где находится ближайший ресторан, и как там куда-то доехать. Проблем не было, если были какие-то проблемы, чаще всего по телефону, у меня есть проблемы, я очень тяжело понимаю иностранную речь по телефону, я просто просила их написать нам имейл, и мы все это по полочкам разбирали, и я через гугл переводила все эти их запросы, и точно так же через гугл отвечала. То есть я бы сказала, на тот момент у меня был тот базовый язык, который сейчас, наверное, есть у моей мамы. Она знает немного, небольшое количество слов, сотню или две сотни таких простецких, которыми она может оперировать и разговаривать на пальцах. Точно так же я общалась с иностранцами в отеле, хотя до этого, конечно, я учила язык в школе, в музучилище, в Академии культуры и искусств. Везде у меня были пятерки, всегда я получала лучшие результаты, переводила все правильно, и даже сдавала экзамен по английскому в качестве выборовочного предмета. Тоже сдала на пять. London is the capital of Great Britain. Надо было подготовить всего тогда 20 текстов на разные темы, и какой достанется, такой и расскажешь. Поэтому я с легкостью рассказала про Лондон, как раз мне достался билет про Лондон, и сдала этот экзамен по английскому на пятерку. Первый звоночек прозвенел, когда мой брат, так как он оплачивал мой курс, он хотел быть уверенным в том, что я буду понимать, я буду общаться с людьми. Жить в Англии все-таки без языка сложно, и он как бы так подталкивал меня получше подготовиться и сказал, давай-ка иди, сдавай TOEFL, ты должна показать. Я думаю, он это придумал, конечно, на тот момент, когда я ехала в Англию. Я не должна была доказывать уровень своего английского языка каким-либо сертификатом. Но он сказал, иди-ка сдай TOEFL и посмотрим, какой уровень языка у тебя на данный момент имеется. Как я сдавала свой первый экзамен TOEFL, смотрите, в этом ролике я уже рассказывала, как я к нему готовилась, и сколько раз я его сдавала, и какие там сложности, и как к нему подготовиться, если кому-то интересно. В итоге первый свой экзамен я сдала на 42 балла из 120. Ну, так, скажем, еще неплохо. Что-то там наговорила, что-то там написала, и, может быть, даже методом тыка поотвечала на вопросы и попала. Потому что второй экзамен я сдала, по-моему, на 32 или на 36 баллов. Я сдала тот же самый TOEFL, он сказал, нет, плохой результат, иди пересдавай. Я пересдала еще хуже. Но в итоге я, по-моему, до приезда сдавала его 4 раза, брат все был недоволен, но какой-то, по-моему, 48 баллов или 52 набрала, и он говорит, ладно, приезжай. В итоге этот сертификат в школе я не показывала, и для визы тоже не подкрепляла, только как бы цензуру брата прошла, и он сказал, сойдет для начала. Многие спрашивают, как в таком возрасте, несложно ли учиться среди других студентов, которые явно, естественно, моложе приезжают учить язык в Великобританию. Вы знаете, нет, у нас разный был возраст, и намного старше меня, даже мужчина, помню, из Казахстана приезжал, ему было лет 50-60, где-то в этом районе. Бывали люди и постарше. Но, конечно, основной контингент — это 20-летние студенты, но когда ты общаешься среди вот такого контингента, ты тоже становишься как 20-летний и проходишь среди всех своих одноклассников как бадди, то есть друг. Все там вместе становимся друзьями, потому что все не уверены в своем языке, все учатся, все приехали и что-то пытаются. И почему я рекомендую учить английский язык именно в Великобритании? Потому что там, когда приходишь в класс, тебе сразу все рассказывают только на английском, и ты не можешь спросить по-русски, потому что вокруг тебя никто не говорит по-русски. Тебе надо либо лезть в словарь, либо пытаться понять смысл английских фраз из того, что тебе говорит учитель. О том, как проходят уроки в английских школах, я расскажу в следующих своих роликах. Было очень много интересных людей, преподавателей, что именно мы там изучали, как мы изучали, все вот эти вот тонкости, как мы развлекались в свободное время, куда мы ходили, что мы посещали. Я буду рассказывать в следующих роликах. А так, можно сказать, что да, английский в английской школе я начала учить с нуля. Хотя, когда я приехала в школу, мне дали такой некий тест пройти. Намного, конечно, легче, чем TOEFL, но все равно там артикль Э, З, всякие вот эти, даже я тогда на тот момент не понимала, conditions, то есть какие-то условия, форма составления вопросов, ответы и так далее. Вот это вот все ты там как-то проходишь, и тебе назначают уровень класса, в который ты идешь учиться. Вот я когда приехала, мне поставили Pre-Intermediate. То есть это не доходящий до среднего уровня, а средний — это Intermediate. И я пошла в класс учиться Pre-Intermediate, где все абсолютно люди не умеют составлять правильно предложения, не умеют правильно составлять вопросы, не знают правил conditions, не знают там, где правильно ставить артикль Э. Я, кстати, до сих пор не знаю, как бы так интуитивно. И могу сказать так, что да, какие-то правила по английскому языку работают, у меня просто вбиты в голову вот эти conditions, допустим, я их выдрессировала, вычеканила, а, допустим, артикль Э и З до сих пор путаюсь. Это большая проблема многих русских, потому что в других языках чаще всего встречаются все эти артикли, и они без проблем разбираются в этой теме, а тут, конечно, надо долго думать. Но что хочу сказать, со временем, когда ты начинаешь уже говорить на английском, когда ты уже начинаешь общаться с англичанами, с реальными англичанами, ты просто впитываешь как губка, как они все это произносят, и в основном все фразы, которые ты потом сам произносишь, ты уже знаешь, как они звучат правильно с артиклем Э, там, со вспомогательным каким-то вопросительным словом и так далее. Поэтому это, знаете, из той серии «Yes» или «Yeah», или «Good morning», как мы говорим, или «Morning». То есть, да, когда ты уже начинаешь общаться с людьми на улицах, будь то Лондона или любого другого города. Ну, кстати, я бы рекомендовала ехать в Лондон, потому что там много интернациональных людей, а в маленьких городах все-таки больше англичан, и с ними заговорить сложнее, потому что, ну, конечно, мы все проходим через вот этот вот языковой барьер, и всем сложно что-то начинать. Тебе надо найти такого человека, который с удовольствием бы с тобой общался. У меня был один такой друг, скажем так. Мужчина, бывший таксист, он сейчас на пенсии. Я с ним познакомилась, когда выгуливала своих собак, ну, то есть собак моей семьи, где я жила. Он тоже выгуливал свою собачку, и мы с ним постоянно общались в течение часа. То есть ему было интересно, откуда я, и всё. А мне-то приходится всё это рассказывать, и всё на английском. Он задаёт какие-то вопросы, я говорю, извините, я вас не понимаю, и так далее. И в итоге он мне давал какие-то такие фразы, или даже поправлял, корректировал мои правильные или неправильные фазиологические какие-то глаголы, допустим, или, опять же таки, артикль «д» ставить или не ставить, или какие-то окончания. Очень, кстати, он мне помогал с окончанием «ид» в прошедшем времени, или «т». Он мне тоже объяснил правило, потом я в школе ещё и тоже прошла, и закрепилась у меня. Теперь я никогда не путаю. И всегда правильно произношу «т» или «д» или «ид». Большая проблема с этим есть у испанцев, испаноговорящих людей. Они всегда все глаголы прошедшего времени произносят с «ид». И так вот я их всегда корректировала, а они корректировали какие-то мои ошибки в произношении или в построении слов, или фраз и так далее. Поэтому, да, мы все друг у друга учимся, ничего страшного в этом нет. И в каком бы возрасте вы не поехали учить английский, это всегда будет здорово, увлекательно и интересно. Как всё это происходило у меня, в моей жизни, я буду рассказывать постепенно на моём канале. Не забудьте подписаться на него, чтобы не пропустить новые рассказы реалий моей жизни в Лондоне. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.